Показали российскую портативную консоль, эксклюзивы Nintendo VK Play и Microsoft делают наконец-то нормальные вещи. Айо, с вами Трэнди и это еженедельные новости каждое воскресенье в 11.00 по Москве у меня на канале. Лайки, подписки не забываем и переходим сразу к делу. Майки на этой неделе на удивление как из рога изобилия нас поливают отличными новостями. Даже не знаю с чего начать. Ну наверное из того, что у них даже без Call of Duty есть очень успешные игры. Например, Forza Horizon 5. Как мы все знаем, Xbox не очень любит отчитываться о цифрах продаж, подписчиков Xbox Game Pass, игроков и так далее. Но благо в Forza есть виртуальный зал славы, где можно посмотреть список всех игроков. И оттуда стало известно, что игру опробовало более 40 миллионов человек. И понятное дело, что в этот зал славы входят люди, которые играют и на Xbox купив игру, и поиграв через Game Pass, и купив ее в Steam, и еще где-то, не знаю где она еще продается. Ну короче, вот все вместе 40 миллионов игроков. Такие цифры мы обычно видим только у Nintendo, а тут Microsoft. Что вообще? И понятно дело, что не все 40 миллионов активно играют в игру. Кто-то просто один разочек зашел, прошел первую гонку и на этом закончил. Но тем не менее, цифра солидная. Ну и я думаю, что никто не будет отрицать, что гонка хорошая. У нее и оценки тоже хорошие. Там 92 балла из 100 от СМИ на Метакритике. 8,2 балла из 10 от пользователей. То есть все у нее хорошо. И тут в очередной раз можно подтвердить фразу Нормально делай, нормально будет. На этом хорошие новости от Microsoft на этой неделе не заканчиваются. У них же скоро выходит новая Call of Duty. Так вот прикол в том, что ранний доступ начнется уже 30 августа и продлится до 4 сентября. А с 6 сентября по 9 сентября будет открытое тестирование. И вот кому-то придется оформлять предзаказ на игру, чтобы это все попробовать. А подписчикам геймпасса это все достанется абсолютно бесплатно. Ну как абсолютно бесплатно, они же за подписку заплатили, ну вы поняли. И самое кайфовое, что игру смогут опробовать люди, которые подписаны на геймпасс ультимейт, на геймпасс ПК или на геймпасс консоль. Ну или покупатели любого цифрового издания, не обязательно покупать самую дорогую версию. Так что ждем, наконец-то геймпасс хоть раз в год пригодится. Еще на этой неделе от Microsoft прилетает новость, которая максимально выбивается из текущей повестки. Они ликвидировали команду по вопросам инклюзивности. Microsoft закрыла крупное подразделение, которое занималось вопросами разнообразия и равенства. Компанию расформировали 1 июля 2024 года в связи с изменениями потребностей бизнеса. Экс-сотрудник компании написал, что усилия в области инклюзивности больше не считаются критически важными, как это было в 2020 году. И также некоторые другие компании тоже сократили свои программы по инклюзивности. И вот знаете, тут есть два варианта развития событий. Либо они начнут делать игры не сильно, отзираясь вот на всю эту инклюзивность. Либо они расформировывают этот штат, потому что появилось миллиард миллионов всяких компаний, которые на аутсорсе делают проверку на эту всякую инклюзивность. По типу Sweet Baby Inc. И уже какое-то свое подразделение в компании не так сильно важно. Но к сожалению, мы все эти детали узнаем только через пару-тройку лет. Потому что в ближайшие несколько лет будут выходить игры, которые создавались как раз в 2020, 2021, 2022 году. Напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Я вот тут подозреваю, что это просто давление со стороны всяких компаний по типу Sweet Baby Inc. Типа, если вы не будете давать нам деньги, а будете тратить на своих сотрудников, мы вам сделаем а-та-та. Или что-то вроде этого. А со стороны нинтендовских игр на этой неделе прилетают гораздо более казусные новости. В сервисе VK Play Cloud появились игры The Legend of Zelda Tears of the Kingdom и Animal Crossing New Horizon. И запускались они на эмуляторе Юзу. Работали они там великолепным образом. На них накидали кучу модов. Там можно было запускать тот же Tears of the Kingdom 60 FPS с нормальной графикой. Все было чики-пики. Неизвестно сколько по факту игры продержались в сервисе. Но через пару часов после того, как множество пользователей обратило на это внимание, игры убрали. Хотя изначально в ВК вообще не выкупали, в чем прикол. Один из пользователей прям написал в техподдержку VK Play Cloud с вопросом, а работают ли сетевые функции в играх. И там ему ответили, что все функции, в том числе и сетевые, доступны при запуске игр через сервис. И у вас наверное возникает резонный вопрос, а как так вообще получилось, что в VK Play Cloud появились эти игры? И я честно говоря задаюсь тем же вопросом, но у меня такое подозрение, что в VK Play Cloud можно сдавать свой ПК в аренду. И потом на твоем ПК играют другие люди. И видимо на одном из ПК была Зельда и Animal Crossing. Но тут конечно вопрос остается открытым. Неужели никаких проверок дополнительных нет для этого? А может быть VK Play таким образом вокруг себя хайпа решили нагнать? У них это сработало. Фиг его знает. Если кто-то разобрался, можете в комментариях написать. Люди пойдут, почитают, тоже разберутся. Ну вот точно понятно только одно. Такая тема ну максимально незаконная. И если бы Nintendo официально осталась в России, то тут же в тот же момент на VK полетел бы иск. Но пока Nintendo официально отсутствует, VK наверное могут выдохнуть. Хотя если до головного офиса Nintendo дойдет эта информация, то иск может и из другой страны прилететь. Потому что с Nintendo шутки плохи. Игры лучше покупать. Если что, ссылочка на мой магазин по продаже котов оплаты Nintendo в описании. Там все просто, быстро и удобно. На этом интересные новости из России не заканчиваются. Появились подробности по поводу российской портативной консоли. Во-первых, Ростелеком проявил заинтересованность в разработке российской игровой консоли. Компания рассматривает создание отечественной игровой консоли в качестве перспективного бизнес направления. Возможная консоль от Ростелекома должна работать на отечественной операционной системе Аврора, сообщил представитель компании. Но не уточнил какой объем средств потребуется для того, чтобы запустить производство. Также еще производитель электроники Биштау тоже занимается поручением президента России о разработке новой игровой консоли в стране. И они собираются делать все, от электроники до софта и корпусов. А в холдинге же GS Group при наличии заканщика готовы заняться производством игровой консоли любой сложности. Ну а позже подъехали новости, что для пробного производства первых партий таких консолей потребуется 1 миллиард рублей. То есть, чтобы сначала все это разработать, упаковать, произвести первую партию, вот на это вот все, типа миллиард рублей надо. И о таких цифрах заявила российская компания Rosai. Как говорят СМИ, они параллельно работают над двумя устройствами на основе двух процессорных платформ, x86 и ARM. А некоторые эксперты говорят, что для создания с нуля прям какой-то полноценной игровой консоли, ну миллиарда рублей явно будет маловато. Это если что, всего лишь 11 миллионов долларов, мне кажется, xbox столько в день съедает. И как говорят специалисты, на разработку консоли уровня xbox или playstation потребуется не менее 10 лет, поскольку сейчас в России ни у кого нет необходимой экспертизы. Но пока одни люди разговоры разговаривают, другие уже приступают к делу. Вместо того, чтобы тратить миллиард рублей, они пошли и просто заказали самую дешевую болванку из возможных. Это, собственно, та, в которой стоит железо Rokalai, MSI Clow и еще несколько легких консолей. В том числе какая-то индонезийская компания тоже выпускает консоли на 7 840U в этом же корпусе. Там, понятное дело, что цвет кнопочек можно поменять, какие-то вырезы поменять. Но болванка одна и та же, и я думаю, что штампуется она тоннами и стоит вообще копейки. Так вот, засунули в эту болванку какое-то супер простенькое железо, накатили на все это Aurora Oz и показали, как это все примерно будет работать. И в то время, как операционка на поставленном железе влетает довольно-таки бодро, с играми пока что проблемы. Да, в какой-нибудь старющий Doom там 30-летней давности можно поиграть, а вот в современные игры пока что не тянет. И есть, конечно, вероятность, чтобы такую бизнес-модель заказывать какие-то супер дешевые болванки в Индонезии, потом накатывать на это все Aurora Oz, выберет какой-нибудь Ростелеком, который сказал, что им надо, чтобы консоль стоила в районе 30 тысяч рублей. И в целом с растаможкой, с НДС и тому подобное, ну вот что-то такое у них за 30 тысяч рублей получится. А у них, собственно говоря, требования-то не очень высокие, они планируют запускать на такой консоли только какие-то ретро-поигрульки и инди-игры. И как раз такой вариантик им-то и подходит. Это явно будет дешевле в производстве заказывать вот эту супер дешевую болванку, чем производить это все у себя за очень дорого. Ну, прикиньте, там пластик выливать, там какие-то контакты паять, это же делать дофигища. А как говорится, раз Asus и MSI можно заказывать эти дешманские болванки, почему Ростелекому нельзя заказывать эти дешевые болванки? Ну, вроде как, как я понял, собираются делать полное импортозамещение. И Биштау уже давно занимается тем, что прям полноценные какие-то устройства выпускают там мониторы, блоки питания, еще что-то. Ну, короче, вот Биштау прям делает российское производство. И вот если они запустят какую-то консоль, на это будет интересно посмотреть. Конечно, по сочетанию цена-качество это скорее всего будет полный отстой, но тем не менее посмотреть на какое-то российское производство будет интересно, если это будет и правда российское производство. Ну, а пока российских консолей у нас на рынке не присутствует, приходится обходиться всякими Nintendo Switch, iPad'ами, MacBook'ами и так далее. И вот на прошлой неделе я вам рассказывал про подписочку Top Gun+. Сеть барбершопов Top Gun возвращает 100% кэшбэка за все потраченные деньги на услуги. А потом весь этот кэшбэк можно тратить, чтобы получить скидку до 60% на сайте Top Gun+. И, собственно говоря, на этой неделе можно приобрести не только лимитированный Nintendo Switch в стиле Зельда, но еще и на сайт подвезли iPad Air, iPad Mini, MacBook Air 13.6, iPad Pro 13, iPad Pro 12.9, MacBook Pro 14.2023 года, MacBook Air 13.22 года, iPhone 14 Pro 14 Pro Max, все по ценам, как в сетевых магазинах, так же с полноценной гарантией, только тут можно 60% цены списать с помощью кэшбэка. Офигенно круто! Ссылочку, конечно, оставил в описании, переходите, ознакомливайтесь. На этом у нас разговоры о железках не заканчиваются. Все мы с вами более-менее привыкли ко всяким портативкам на 8840U. Но на этой неделе компания Link Long представила мини-ПК в форм-факторе клавиатуры на этом же процессоре. То есть в скором времени можно будет приобрести полноценный ПК в мини-клавиатуре, который еще и складывается. И все это на процессоре 8840U с 16 или 32 гигабайтами оперативной памятью и накопителем M.2 NVMe с объемом 512 или 1 терабайт. Но самый шок контент, наверное, это то, что это все еще и сможет автономно работать, потому что там еще и встроенный аккумулятор на 16000 мАч. С таким аккумом у этой штучки будет автономность в районе 10 часов. Также в эту клавиатуру завезут полноценные порты USB 3.0, Type-A, USB 4 Type-C, USB 3.2 Type-C. А для беспроводной связи можно будет использовать Wi-Fi и Bluetooth. Ну и как вы понимаете, тут не будет только мониторчика какому-нибудь в комплекте, нужно будет подключать к какому-нибудь внешнему монитору или к телевизору. И это на самом деле супер гениально. У вас будет клавиатура, которая меньше, чем вот такая вот обычная беспроводная клавиатура, которая еще будет складываться. Весить все это будет примерно 800 грамм. И у вас будет супер свободное пространство на столе, под столом. То есть будет стоять чистая клавиатура и чисто монитор. И все это будет соединяться буквально одним проводком. Ну максимум второй проводочек вы потянете, чтобы зарядить эту клавиатуру. А ценник у этого чуда, по идее, должен быть меньше 40 тысяч рублей. А я напомню, что 8840AU при 32 гигабайтах оперативной памяти тянет практически все современные игры в Full HD. То есть таким образом можно будет получить прям полноценный, полноценнейший ПК, который будет занимать ну минимальное количество места. Звучит конечно как стопроцентный кайф. Вопрос только в том, как они сделали там охлаждение. Потому что если это все будет нагреваться у вас под пальцами, будет не очень приятно. Но вроде как в левой части клавиатуры они сделали чисто аккумулятор. Где вот у вас в ASD там будет только окун. А греться все будет с правой стороны, где стрелочки, где вы особо-то и не пользуетесь. Короче, будет интересно посмотреть на тесты. Выглядит, конечно, футуристичненько. А вот что выглядит и звучит совсем не весело. Так это возможная блокировка ютуба. Я думаю, что многие слышали о том, что ютуб в ближайшее время будет замедляться. Потому что у гугла устаревает оборудование. А видосов-то на ютубе становится все больше и больше. И ютубу все сложнее и сложнее все это переворачивать. А сервера в России не обновляются, потому что доступа к ним нет. Ну там санкции и вот это вот все. Но тут как бы фиг с ним. Элита всегда смотрит видео в 144p. То есть в этом плане чисто в теории потерпеть можно. А вот полноценная блокировка звучит уже немножечко грустно. Потому что у нас тут Роскомнадзор направил в адрес генерального директора Google требование разблокировать более 200 ютуб каналов российских СМИ, федеральных органов власти, спортивных клубов и многих других. А как вы понимаете, на ютуб со стороны запада оказывается одно давление, что надо это все заблокировать. А Роскомнадзор требует это все разблокировать. И если это все не разблокирует, то у Роскомнадзора появится повод, что заблокирует ютуб полностью. Типа они не выполняют требования Роскомнадзора. И что я тут могу сказать? Во-первых, в описании ссылочки на мой телеграм и вконтакте. Переходите, подписывайтесь обязательно. Мало ли что. А во-вторых, я вообще не понимаю, в чем проблема заблокировать вот эти все каналы на территории всего мира, кроме России. Чтобы с российских IP на это можно было посмотреть, а со всех других нельзя было посмотреть. То есть, когда ютуб по требованию Роскомнадзора блокирует какие-нибудь клипы, там видео и так далее, мы из России это не можем посмотреть. Включаем VPN, можем посмотреть. Так в чем проблема-то в обратную сторону это сделать? Заблокировать абсолютно во всех странах вот все, что им нужно заблокировать, кроме России. По-моему, это решение находится, ну, максимально на поверхности. В чем проблема так сделать? Потому что Роскомнадзор вряд ли сможет прийти и сказать, ну-ка разблокируйте эти каналы в Испании и в Индонезии где-нибудь. Нет, вот за Россию отвечаем, вот в России и разблокируйте. На все остальные страны вообще пофигу. И к ютубу, и со стороны запада не будет вопросиков, потому что там это все заблокировано. И со стороны России тоже вопросиков не будет, потому что тут все это разблокировано. Звоните, пишите, если нужно будет подсказывать еще какие-нибудь умные вещи. Продолжаем про умные вещи. Тут ученые, вроде как не британские, выяснили то, что игры от Нинтендо помогают лечить шизофрению. Группа ученых смогла доказать эффективность видеоигр при лечении психологических расстройств. Тестирование проводили на 95% с диагностированной шизофренией и 82% здоровых людях. Одним дали Нинтендо ДС, Супер Марио 64. Другой группе дали консоли с Нью, Супер Марио Брос, а последней дали электронные книги. И в итоге у группы, игравших в видеоигры, значительно повысилась устойчивость внимания, по сравнению с читавшими электронные книги, а также значительно уменьшились негативные симптомы. Недостатком стало только то, что из 95 пациентов лучше стало только 59. То есть результат не стопроцентный, но в какой-то степени видеоигры все-таки помогают справиться с какими-то ментальными проблемами. Понятное дело, что шизофрения это неизлечимая болезнь, но купировать это все в ремиссию, перевести в теории это все можно. Надеюсь, это исследование повторят на большей группе и появится больше сведений. Но вроде как уже неоднократно проводили различные исследования о том, как видеоигры влияют на то, на сё, на пятое, на десятое. И вроде как во всех этих исследованиях было доказано, что видеоигры в основном несут только благо. У тебя внимательность повышается, фокусировка, у тебя мозг живее становится. И типа когда люди в возрасте и продолжают играть в видеоигры, у них возрастные проблемы наступают позже, и они живее себя чувствуют. Короче, от видеоигр один. Так что если что, можете пойти это родителям рассказать, если они вам запрещают играть в ваши эти дурилки. Но правда, если вы играете в какую-нибудь мобилку, где одна карточка бьет другую карточку, а вы на это просто смотрите, это вряд ли несет какое-то благо. А еще последнее время я в основном рассказывал о том, какое Нинтендо благо несет в игровую индустрию, о том, какие они классные и пушистые, в то время как все остальные творят только какую-то дичь. Но оказывается, что японцы-то не такие белые и пушистые, как нам всем бы хотелось. Тут всплыла информация, что Нинтендо систематически не указывает в титрах своих игр сторонних переводчиков. То есть Нинтендо указывает в титрах только штатных переводчиков, игнорируя сотрудников из сторонних агентств. А почему это так активно не обсуждается в СМИ? Да потому что переводчики вынуждены подписывать 10-летний NDA, запрещающий им рассказывать о своем участии в проектах. А если ты все-таки пытаешься отстоять свои права, типа указывайте меня в титрах, ты просто попадаешь в черный список и не получаешь работу. И тут получается замкнутая система. Если ты не подписываешь все документики, то ты не получаешь работу. А если ты подписываешь все документики, ты получаешь работу, но при этом у тебя не появляется новых строчек в резюме, и соответственно ты не получаешь в следующий раз работу. То есть Нинтендо просто наглым образом швыряет людей, которые потом не могут найти себе другую работу. Но вроде сейчас вот эта ситуация всплыла, поднялся огромный скандал и возможно что-то поменяется Так что надеюсь, что у переводчиков впредь все будет хорошо Ну и давайте наконец-то пробежимся по скидочкам на этой неделе Смотрим мы их конечно же на тренде шоп, если что ссылочка в описании И там же в описании ссылочка на мои магазины по продаже кодов оплаты для Nintendo, Playstation или Steam И тут у нас на этой неделе много интересного Например, Nier Automata можно взять со скидкой 40% за 24 доллара Также за 25 долларов можно взять Final Fantasy Crisis Core Так скажем, относительно новенькая игра для Nintendo Switch и уже скидка аж 50% Также еще многие говорят, что Planet of Lana тоже неплохая игра и скидка на нее аж 25% за 15 долларов можно взять Помимо этого еще множество разных всяких Final Fantasy тоже у нас по скидкам Так что переходите по ссылочке в описании и смотрите Но еще моментик, смотрите Zombie Army Trilogy можно со скидкой 80% взять всего лишь за 7 долларов Это прям супер халява Три игры офигенные и еще и за такие копейки И еще в США у нас скидочки на лего игры Только проблема в том, что в США, например, в том же LEGO City Undercover нет русского перевода Но зато скидка 80% за 6 долларов в игру отдают А в Польше, например, русский перевод есть, но там пока скидки нет Но если что, в Польше также все Final Fantasy тоже по скидке Там 60-50% по-разному И также скидка на Nier Automata также 40% И все также Zombie Army со скидкой 80% за 28 злотых Чисто халява И там на самом деле много еще всего интересного Переходите, смотрите Про лайки, подписки тоже не забывайте Ну а сейчас на экране самые классные люди Которые поддерживают меня на бусте больше чем на 750 рублей в месяц Огромное вам спасибо за столь щедро поддержку Это крайне сильно мотивирует меня снимать видосы Ну а на этом у меня все Всем огромное спасибо, всем удачи и пока Субтитры сделал DimaTorzok